МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пересматриваются какие-то случаи, особенно когда дело касается мальчиков-подростков. Им важно потерять этот диагноз перед, например, военным училищем. Хотя это тоже не рекомендуется. Здесь важно, что вся эта группа астматиков держится в кулаке, то есть она контролируется. Потому что по сравнению с тем, что было в 90-е годы, до начала современных подходов по национальной программе ведения астмы, у нас была совершенно другая картина. Это была частота приступов, это были вызовы скорой, это были госпитализации, это была реанимация с астматическими статусами. Это было тяжелое течение. Сейчас этим деткам 32, 34, 36, они уже многие стали родителями. У многих уже их детей тоже дебютировала астма, потому что это наследственно закрепленное заболевание. Но астма современного периода у нас в городе, во всяком случае, но так же, как и в стране, это совсем другая картина. Это легкое течение, неосложненное, позволяющее человеку, в общем-то, жить мало себя в чем отказывая. Но к кошкам в гости и к бабушкам не ходить в некоторых случаях. Астма – это диагноз, который ставится в динамике наблюдения. Например, когда у нас есть заболевание какое-то инфекционное, например, типа кори, там есть патогомоничный признак. Ты его видишь, и ты уверен. Или краснуха – увеличение затылочных лимфоузлов, и все, непонятно осыпи риноконъюнтивиты 37,1, и тебе понятно, что это краснуха. Вот с астмой такого нету. Синдром гиперактивности бронхов может возникнуть после любого гнойного заболевания. Например, гайморита, перенесенного бронхита, пневмонии. Сам по себе синдром гиперактивности бронхов может угаснуть через 2-3 месяца, и никогда больше в жизни не начаться. Аллергиков, особенно атопиков, огромное количество. И только 20-30% из них уходят в астму. Остальные израстаются, у них все проходит. У них уходят их аллергические проявления, или сохраняются в очень маленькой, минимальной форме. Вот даже тот же поленос. В 5 лет – это серьезная выраженная картина, а к 16 годам – это может быть легкий ринит 2 недели мая. Это совершенно другая картина. Пальцевая аллергия. То же самое с астмой. И получается, что у нас нет вот такого признака, по которому вот раз и этот диагноз поставили. Тут нужна динамику наблюдения. Поэтому так мы неохотно, например, ставим этот диагноз до года. Почему? Потому что ведь есть определенные нормативы, стандарты, которые, поставив этот диагноз, мы обязаны выполнять. А может быть, ребенку это не надо. Здесь нужно разбираться. И разбираемся каждый раз в динамике. То есть появились обструкции. Это еще не значит астма. Это значит, надо вычленить аллерген, убрать его и дальше посмотреть. И может быть, за полгода все пройдет полностью. А может быть, не пройдет. И если это повторится, тогда мы уже смотрим с позиции бронхиальной астмы. У нас есть определенный стандарт обследования, который мы выполняем. И наличие или отсутствие каких-либо аргументов в этом стандарте, это тоже не ответ на вопрос. Это всегда каждый раз вот такая, знаете, комиссионная работа, то ли есть, то ли нет. То ли есть, то ли нет. Потому что, поставив этот диагноз, с одной стороны, мы даем ребенку определенную льготу, и с другой стороны, мы загоняем родителей в определенные жесткие условия жизни. Потому что это сразу же наличие у ребенка третьей группы здоровья. Это ограничение по некоторым занятиям спорта. Это ограничение по некоторым профессиям. А это уже на всю жизнь. Понимаете, прежде чем выставлять диагноз, который будет тянуться за тобой навсегда, надо хорошенько подумать. Ну, для начала это бесплатная выписка базисной терапии. То есть, это не вот что изо всех сил, там, сильная льгота, но очень хорошо помогающая во время обострения. Если честь, то противовоспалительная терапия у нас достаточно длительно сохраняется, 6, 9, 12 месяцев. Понимаете, это такая сильная помощь родителям по контролю над заболеванием. Это первое. Снаторно-курортное лечение. При всех легких формах аллергии, ну, как бы тяжело. Но вот при астме снаторно-курортное лечение, как реабилитационный метод, по-прежнему хорошо работает.